Армянский реваншист Эдгар Казарян выступает против трехстороннего соглашения и альтернативной дороги. Воры Родины. Так охарактеризовал действующую власть Армении и ее руководителя Никола Пашиняна в своем выступлении в ходе митинга на площади Франции, экс-посол Армении в Польше, бывший руководитель аппарата Конституционного суда Эдгар Казарян. «Я называл и всегда буду называть их ворами Родины. Вор Гордзора, Лачина, сейчас хочет без договора, без какого-либо правового основания, без оружия, без борьбы сдать врагу ту часть нашей Родины, которая со дня освобождения называется дорогой жизни», — сказал Эдгар Казарян, обратившись к последним развитиям вокруг Лачинского коридора и заявлением Никола Пашиняна. Эдгар Казарян также отметил, что уничтожая дорогу жизни, Пашинян разрывает связь Армении с Карабахом. «Лачинский коридор — это территория, по которой проходит также дорога. По Лачинскому коридору проходят также соединяющие Карабах с Арменией газопровод, высоковольтные электросети, средства связи. Это не только дорога». По его словам, сейчас по устной договоренности осуществляется якобы новое предательство, чтобы отрезать Карабах от Армении. Отметим, что 10 ноября 2021 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренности, согласован план строительства нового маршрута по Лачинскому коридору, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Именно этот пункт не дает покоя нынешним армянским реваншистам. Они называют это предательством издачи территорий. Между тем, новая дорога жизненно необходима. Она поможет в возвращении в Нагорный Карабах азербайджанских беженцев и разминирования территорий. Также дорога внесет вклад в развитие и процветание региона. И никакие реваншисты всех мастей из Армении не в силах помешать данному процессу. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и вы всегда будете в курсе новых новостей.